В статусе основателя Black Rush появилась... Ой, подождите, с чего начался данный видеоролик? Вы чё, серьёзно подумали, что я вначале вам ничего не расскажу, ничего не поведаю, какими-то своими мыслями не поделюсь? Вы серьёзно так подумали? Нет, друзья, если вы так подумали, прямо сейчас нажимаешь кнопку от... Во-первых, нажимаешь Escape, если смотришь в полноэкранном режиме, скроллишь вниз и нажимаешь кнопку отписаться, или там подписаться, что у тебя там есть, и всё, и уходишь отсюда. Потому что если ты так подумал, ты не коренной зритель данного канала, ты какой-то там, я не знаю, залётный, там с мистера Алина, с там вот этих вот прочих GTA-самп-ютуберов, я не хочу вот становиться каким-то вот таким вот. Я сначала расскажу вам много всяких вещей, а потом уже мы перейдём непосредственно к самой теме данного видеоролика. Так вот, в статусе основателя Black Rush появилась надпись White, что, скорее всего, является намёком на открытие нового 12-го сервера. И действительно, мы тут видим уже нашего дорогого знакомого, дорогого, потому что, ну, действительно дорогого, Кирилла Вовка, Кирилл Вовк. У него появилась White, обычно у него там стоит что-то вот это вот 12К, там 85 тысяч, всё прочее. А сейчас у него просто White было вот 16 марта. Потом, всем уже стало известно, понятно и так далее, что в субботу, это какое число-то у нас было? Это у нас было 20-е число, как бы после 19-го, 20-е, всё логично, открывается новый сервер White в 12 часов дня. Я не знаю, зачем делать открытие нового сервера так рано, 12 часов дня. Типа, я думаю, что некоторые люди ещё в школах, хотя суббота... Хей, ну ладно, может быть, некоторые люди там ещё спят, может быть, там ещё нечто подобное происходит, потому что я в тот момент как раз-таки спал, просыпаюсь, опа, уведомление, открылся новый сервер. Замечательно, я подумал, всё, и забил на всё это, даже вот заходить на всё это не стал. Хотя некоторые люди мне писали, по-моему, даже то ли один, то ли два человека, по-моему, всё-таки один человек мне писал, мол, слушай, а ты на 12 сервер пойдёшь, потому что, ну, в самом деле, чё, ну, ты чё, ну, 11-й, это уже всё, это прошлый век, 12-й. А потом ещё через вот 2 недели откроется 13-й сервер, вот, а на него пойдёшь, я бы вот твой ник Данила КПРФ бы ввёл, конечно, да, если бы ты пошёл. А ты пойдёшь, и тут у меня есть один такой закономерный ответ. Нет, я не пойду. И я думаю, что это к счастью, потому что менять вот так вот сервера, то есть я думаю, что на моём вот этом вот 11-м сервере уже есть какие-то люди, которые, по крайней мере, слышали обо мне, или там, может быть, даже вполне возможно пришли от меня, то есть есть многообразие ютуберов, Мистер Айлен, там, Нору Ли Ави, какие-то ещё вот эти вот все, когда КРМП сам по андроид-ютубер есть, и вполне возможно, что некоторые там пришли от них, некоторые пришли от меня, вы там сами всё это знаете, реклама, круговорот онлайн, круговорот всех вот этих вот прочих вещей, я думаю, что всё вам должно быть понятно. В данном случае, по крайней мере, то есть я не знаю, как оно там вообще на самом деле происходит, но в данном случае, наверное, вот всё должно быть понятно. Потом, через несколько дней, выходит, ну там то, что Лорд обманул, я, может быть, ещё это как-то обсужу, вот если хотите, чтобы я обсудил ситуацию, как Лорд обманул Блэк Раш, то, разумеется, ставьте тут 150 лайков, и ролик такой выйдет, то есть он будет, в самом деле. Потом, 18 марта, к сожалению, не 18-го года, и почему, к сожалению, вы сами, наверное, можете всё это узнать, происходит там пост о том, что открытие 12-го сервера Блэк Раша произойдёт уже в эту субботу в 12.00 по МСК. Ждали, и тут опять вот он забайтил всех на комментарии, 105 комментариев при охвате в почти 5000 человек, это замечательно, как лично мне кажется, то есть, ну прям отлично. И потом, по итогу, 20 марта, в этот же самый день, через 8 минут, вернее, на следующий день, через 8 минут выходит пост о том, что 12-й сервер Блэк Раша открылся очень успешно, и теперь проект имеет новый рекорд онлайна в 12.000 игроков. Удалось зайти на новый сервер, спрашивают нас. И тут, разумеется, охватики-то уже поменьше, там 6100 человек, но комментарии оставили 75 человек. Типа, ну такой себе. Охватики в том плане, что охваченные комментарии, охваченные вообще аккаунты с пользователей социальной сети Инстаграм. Сами должны всё это прекрасно понимать. К сожалению, какой-то большой аналитики по вот этому вот всему новому серверу, то, что я там мог поймать, что я там не мог поймать, что там было, чего там не было, и всё вот это вот прочее. У меня такого не будет, как было вот тогда, когда я только пришёл на Блэк Рашу, и там, вернее, не только пришёл на Блэк Рашу, а уже там, знаете, так более-менее обосновался. Это было около двух недель назад. Ролик набрал 514 просмотров, за что вам большое спасибо. Я рассказывал об открытии, я рассказывал о том, что я словил, я рассказывал о всех прочих вещах. Люди посмотрели и такие, типа, ну да, ну так и было, мы тебя, возможно, видели, а может быть, мы тебя на сервере-кета и не видели. Вот, и на этом всё, то есть на этом вся вот эта вот киноэпопея, или там, я не знаю, Блэк Рашенская эпопея, в данном случае 12-го сервера, она закончилась. Я не знаю, каких ютуберов взяли на этот раз на 12-й сервер. Если кто-то из вас знает хоть одного, пожалуйста, скиньте мне, я посмотрю, что он снимает, проанализирую, может быть, украду контент, может быть, сделаю прочие вещи. Я не знаю, как всё это выйдет. У меня это происходит очень фантомно, очень случайно и непонятно. Я хочу вам вот что сказать. Данила КПРФ, мой никнейм на Блэк Раша и мой промокод хэштег ЗДС, вводите его и получите много всяких вещей на проекте Блэк Раша. Как я хочу вам напомнить, это, типа, топ-1 проект в GTA CRMP на Android телефоны. Поэтому, если хотите быть тоже топ-1, то скачивайте по ссылочке в описании игру, и новый видеоролик выйдет завтра, я надеюсь, что в 20.00, хотя, может быть, он и не выйдет. В 20.00, может быть, типа, чуть-чуть попозже или пораньше, я не знаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok